Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем решать текстовые задачи. И сегодня мы будем решать задачи на тему части. Для начала давайте узнаем, как находить часть какого-либо числа. Например, для того, чтобы найти 3 четвертых части числа 16, мы должны это 16 умножить на 3 четвертых, да? Сократится здесь на 4, останется 12. Значит, 3 четвертых части числа 16 это у нас 12. Хорошо. Давайте теперь начнем с первой задачи решать. Али заплатил за книгу и отдал кассиру 5000 тенге. Кассир вернул 3,25 части этих денег. Сколько стоит эта книга? То есть, Али, мальчик Али, взял книгу, да? Купил книгу и отдал кассиру 5000. Кассир вернул 3,25 части этих денег. Как мы найдем 3,25? 5 умножим на 3,25, да? 25,50 можно сократить здесь, 1 здесь 2 и остается в итоге 600 тенге. Значит, кассир вернул сколько? 600 тенге. Вернул. Сколько стоит эта книга? Смотрите, если я... Представьте, что вы кассир, а я ваш покупатель, да, Али. Я вам дала 5000, а вы мне вернули 600 тенге, как сдачу. Теперь, как найти, сколько стоит эта книга? От 5000 отнимаем 600, да? Отнимаем 600, остается 4400 тенге. Значит, наша книга стоила 4400 тенге. Вот наш итоговый ответ. То есть, в данных задачах нет ничего такого сложного. Главное, понять задачу, понять каждую вот эту вот часть. Что означает вот это число, что означает вот это число, что означает вот это число. Поэтому внимательно читайте задачи, хорошо? И старайтесь понять суть. Хорошо, давайте второе. После того, как Шахризада прочитала две седьмые части книги, ей еще осталось дочитать 165 страниц. Сколько страниц в этой книге? То есть, Шахризада читала какую-либо книгу и прочитала две седьмые части книги. То есть, если мы книгу разделим на 7 частей, давайте пусть это у нас будет страница книги, и мы ее разделим на 7 частей, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас получилось 7 частей, да? И Шахризада прочитала две седьмые части книги. То есть, две части. Если она прочитала две седьмые части, то сколько ей осталось прочитать еще? Пять седьмых, да? Ей еще осталось прочитать 165 страниц. Сколько страниц в этой книге? То есть, когда она прочитала две седьмые части книги, ей осталось прочитать еще пять седьмых части книги. А пять седьмых... Пять седьмых части книги это 165 страниц. То есть, если Х это все страницы, общее количество страниц, то пять седьмых из них, то есть пять седьмых умноженных на Х, это у нас 165 страниц, да? То, что она не прочитала, то, что осталось прочитать. И отсюда мы можем найти х, да? Х – это общее количество страниц. Хорошо, 5 из 165 можно сократить, да? На 5. Здесь останется 1, здесь 33, да? И х, 7 умножаем на 33, смотри, 3 умножаем на 7, без разницы. Получится 210 плюс 231. То есть общее количество страниц – это 231. Хорошо, давайте дальше. Так. И астероиды. Хорошо, 3 из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 180 км, вышел автомобиль. В первый час он прошел 2 пятых части пути, во второй час он прошел 3 четвертые части, что прошел за первый час. Сколько еще осталось прийти до пункта В? То есть из пункта А в пункт В у нас выехал автомобиль, да? И расстояние между пунктом А и пунктом В у нас 180 км. 180 км. В первый час, сколько у нас часов ехали во второй час? В 3 часа, да, едем мы? В первый час, во второй час и в третий час. Хорошо. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 180 км, вышел автомобиль. В первый час он прошел 2 пятых части пути. То есть 2 пятых от всего, да? 2 пятых. Во второй час он прошел 3 четвертые части, что прошел за первый час. Обратите внимание, всегда обращайте внимание, от чего вам дают вот эти части. Тут за первый час. То есть 3 четвертых от первого часа. Хорошо. Если общее расстояние у нас 180 км, а в первый час мы прошли 2 пятых, это у нас 2 пятых. Умножаем на 2 пятых, да? Здесь у нас сокращается, здесь 1, здесь 36. 36 нужно 2, 72. То есть за первый час мы прошли 72 км. Хорошо. Во второй час он прошел 3 четвертых части, что прошел за первый час. То есть мы должны найти 3 четвертых от 72, да? То, что мы прошли за первый час. Хорошо. 72 умножаем на 3 четвертых, да? Для того, чтобы найти 3 четвертых части. 4 и 72 мы сокращаем на... 4 здесь остается 1, здесь... 18, да? Хорошо. Потом 18 умножаем на 3. 54. Значит, во второй час мы прошли сколько? 54 км. Хорошо. Сколько еще осталось пройти до пункта B? Если мы прошли 72 в первый час, потом 54 км во второй час, нам еще осталось пройти 72 плюс 54, то у нас 126. 126 км, значит, мы уже прошли. Если, в общем, 180, то нам осталось еще пройти. Вот 180, да? 54 км, да? Еще у нас осталось пройти. Все. Значит, правильный вариант ответа осталось 54 км. Вот. Хорошо. Давайте дальше. Я стеру это. Уберу. Четвертый. Автомобиль за первый час прошел 3 восьмых пути. За второй час 0,6 части остатка. После этого осталось еще пройти 80 км. Найдите длину всего пути. Хорошо. У нас автомобиль прошел... Ехал он сколько? 3 часа, да? И у нас есть первый час, второй час и еще то, что осталось. Хорошо. Первый час. В первый час мы прошли 3 восьмых пути, да? 3 восьмых всего пути, потому что тут нет указаний. За второй час 0,6 остатка. Если мы прошли 3 восьмых пути в первый час, то нам осталось еще пройти 5 восьмых, да? И теперь, вот за второй час мы прошли 0,6 части остатка. То есть мы должны от 5 восьмых найти 0,6, да? Это у нас 5 умножаем на 0,6, 3 восьмых. Хорошо. Значит, во второй час мы прошли 3 восьмых от всего пути уже, да? 3 восьмых. Так, хорошо. В первый час мы прошли 3 восьмых, во второй час 3 восьмых прошли. В общем, за 2 часа мы прошли 6 восьмых, да? Теперь, если мы за 2 часа прошли 6 восьмых пути, то нам осталось еще пройти 2 восьмых, да, в пути. И потом дальше читаем. После этого осталось еще пройти 80 километров. Значит, 2 восьмых от всего пути, от х1, давайте отметим, это у нас 80 километров. Хорошо, теперь мы можем найти х, да? Это обычное уравнение у нас. 2 и 80 можно сократить, здесь один, здесь 40. И отсюда х восьмых умножаем на 40, да? 320 километров. Значит, общий путь, длина всего пути равна 320 километров. За х мы отметили длину всего пути, да? Общий. Правильный ответ у нас 320 километров. Хорошо, стираю. Так, дальше. Пятое. После того, как Севенч прочитала 2 седьмые части книги, ей осталось зачитать еще 50 страниц. Сколько страниц в этой книге? То есть, Севенч у нас читала книгу и прочитала 2 седьмые части. То есть, если мы книгу поделим на 7 частей, похоже на вторую, да, задачу? Для того, чтобы поделить на 7 частей, мне нужно 6 раз поделить, да? 2, 3, 7. Все, окей. Севенч прочитала 2 седьмые части книги. То есть, 2 части, 2 седьмых. Это она прочитала. И ей осталось зачитать еще 5 седьмых. Да? И ей еще осталось зачитать 50 страниц. То есть, если мы прочитаем 5 седьмых часть, то есть, 5 седьмых от всех, от страниц, от общего количества страниц, это у нас 50 страниц, да, то, что осталось нам дочитать. Теперь можно закрутить 5 и 50 на 5. Здесь 1, здесь 10. А х отсюда равно 10 умножаем на 7. 70. Значит, общее количество страниц у нас 70. Вот таким образом находим. То есть, смотрите, севенч прочитала 2 седьмой части. Значит, ей осталось зачитать еще 5 седьмых частей. А 5 седьмых частей от общего количества, это у нас 50, да, то, что осталось. И вот мы приравняли, и отсюда получилось обычное уравнение, которое мы умеем решать. Хорошо. Дальше. Шестое. При сушении винограда, при сушении виноград теряет 3,20 части своей массы. Из 40 кг свежего винограда можно получить неизвестно сушеного винограда, да. То есть, нужно найти, сколько сушеного винограда можно получить из 40 кг свежего винограда. Хорошо. При сушении винограда он теряет 3,20 части своей массы. То есть, смотрите, виноград, да. Виноград. При сушении он теряет 3,20 части своей массы. То есть, теряет, испаряется, да, вот эта влага. 3,20 испаряется. Тогда что остается? 7,20 у нас остается, да, сушеного остается. Из 40 кг свежего винограда можно получить 3 сушеного винограда. Хорошо. То есть, из 40 кг у нас остается 7,20, да. И умножаем, находим 7,20 части, сокращаем 20 и 40 на 2, остается 14 кг. То есть, из 40 кг свежего винограда мы можем получить 14 кг сушеного. То есть, если 13,20 у нас испаряется, то остается 7,20, да. Теперь от числа 40, от 40 кг нам нужно найти то, что остается, да. А то, что остается, это у нас 7,20. Поэтому умножаем на 7,20 и в итоге у нас остается 14 кг. Хорошо. Вот правильный вариант ответа у нас 14 кг. Дальше. Седьмой. Туристы за 3 дня проехали 48 км. То есть, туристы у нас ехали 3 дня, да. Хорошо. За 3 дня мы, в общем, 48 км, да, не проехали. Хорошо. В первый день они прошли 1,4 всего пути. 1,4. Находим 1,4 от 48, это у нас 12, да. 4,8, 48 сокращаем. Значит, в первый день они прошли 12 км. А во второй день 5,9 от остатка. Если мы прошли 12, у нас осталось 36, да, километров. Опять же, обращаем внимание на вот эти вот слова, на само условие задачи. 5,9 от остатка. То есть, мы находим 5,9 от остатка. То есть, сколько у нас осталось 5,36? И находим от него 5,9. 9,36 сокращается. Остается 20 км. То есть, во второй день мы прошли, то есть, туристы прошли 20 км. Это сколько осталось, если мы прошли 12 и 20? Осталось 36, 16 км, да. Все. Сколько километров туристы прошли в третий день? В третий день прошли 16 км. То есть, это первый день, это второй день, это у нас третий день. Все. Значит, в третий день наши туристы прошли 16 км. Вот. Дальше. Восьмое. Элеонора за вазу заплатила половину своих денег. Потом еще потратила 160 тенге. В результате она потратила 3,4 части всех своих денег. Сколько тенге было у Элеоноры? То есть, Элеонора у нас купила вазу, да? Вазу. Так, не будем рисовать. Вазу. И за вазу заплатила половину своих денег. То есть, ваза. За нее, если у нее было, например, х тенге. Вот Элеонора, да? Элеонора. У нее было х тенге. И она купила вазу, и за нее заплатила половину своих денег. То есть, заплатила х разделить на 2, да? Половину. Потом еще потратила 160 тенге. Потом плюс еще, вот за вазу заплатила, да? Вот это за вазу. Хорошо. Потом, помимо этого, еще 160 тенге потратила. И в результате оказалось, что она потратила 3,4 части своих денег. То есть, это все, то, что она потратила, это 3,4 части от всех ее денег. А все деньги, это х, да? Теперь смотрите, 3,4 умножить на х я могу переписать следующим образом, да? Так. 3х разделено на 4, да? Так тоже можно переписать. От этого смысл не поменяется. И теперь это у нас получилось обычное уравнение, да? Дробное. Давайте решим его. Это переводим сюда. Остается 160 равно 3х разделено на 4 минус х на 2. Даем по 2, остается 160 равно 3х минус 2... А, сюда тоже подаем по 4, да? Остается 640 будет. 3х минус 2х. Отсюда х у нас равен 640. Хорошо. Значит, в общем, у Элеонора было 640 тенге. Сколько тенге было у Элеонора? 640 тенге. Вот ответ. Хорошо. Дальше. Девятое. Так. Из 75 кг привезенных фруктов 3,5 это яблоки. Из них 2 трети красные яблоки, остальные зеленые. Сколько привезли зеленых яблок? То есть, из 70 кг привезенных фруктов, то есть, в общем, фруктов на 75 кг. И 3,5 из них это яблоки. Находим 3,5 от 75, сокращаем 1,15, остается 45. То есть, 45 кг это у нас яблоки. И теперь, из этих яблок, из них, это имейте в виду из яблок, да? 2 трети красные яблоки. Находим 2 трети. 1,15, 30 кг, да? То есть, 30 кг это у нас красные яблоки. А остальные зеленые. Остальные это у нас, если у нас 30 кг это яблоки, то 15, красные яблоки. То есть, то 15, то у нас будут зеленые, да? Сколько привезли зеленых яблок? 15 кг. В первый день оператор набрал 7,25 в части произведения, а во второй день 1,5. После этого оставалось не набрано страниц, еще 139 страниц. Сколько всего страниц произведений? То есть, у нас наш оператор набирал 2 дня, да? А потом еще осталось. В первый день оператор набрал 7,25 в части произведения. Во второй день 1,5. А после этого осталось еще не набрано страниц, 39. Хорошо, смотрите. В первый день мы набрали 7,25. Теперь 1,5 я могу переписать как 5,25. От этого смысл дроби не поменяется. Я умножила и числитель, и знаменатель на 5. Хорошо, давайте перепишем. Можно это записать как 5,25. Смотрите, в первый день мы набрали 7,25 в части произведения. Во второй день 5,25. Тогда в общем за 2 дня мы набрали 12,25, да? И теперь, сколько нам еще осталось, если мы набрали 12,25? 13,25, да, осталось? Хорошо, теперь, после этого осталось не набрано страниц, еще 39. Значит, 13,25 от всего количества страниц, это у нас 39. Давайте напишем это. То есть х, если х, это у нас общее количество страниц, произведения, да, общее количество произведений, да, то 13,25 от х, от общего количества, это у нас то, что осталось. А что у нас осталось? 39, да? Все, это у нас обычное равнение. 13,39 мы можем сократить, здесь останется 1, здесь 3. И отсюда х у нас равен 75. То есть, общее количество произведений, это у нас страниц, 75 страниц. Страниц, то есть. Все. Дальше. 11. 11. Туристы в первый день прошли 1,5 часть пути. В следующий день прошли 3,2 части пути, пройденного за первый день. Сколько километров осталось пройти, если они должны были пройти 60 километров? То есть, внимательно, каждую задачу читаем внимательно. Туристы в первый день прошли 1,5 часть пути. То есть, они шли у нас 2 дня, и потом еще осталось, да? Хорошо. В первый день прошли 1,5 часть пути. В следующий день прошли 3,2 части пути, пройденного за первый день. То есть, 3,2 пройденного за первый день. Обращаем внимание на это. Сколько километров осталось пройти, если всего они должны были пройти 60 километров? То есть, всего весь этот путь у нас равен 60 километров. В первый день прошли 1,5. Давайте найдем 60, умножаем на 1,5. Да, находим 1,5. Здесь остается 1. Здесь в итоге у нас 12 километров. Значит, в первый день прошли 12 километров, туристы. Потом, в следующий день прошли 3,2 части пути, пройденного за первый день. Сколько километров мы прошли за первый день? 12 километров. И теперь от 12 мы находим 3,2, да? Так как в условии написано, что 3,2 части от пути, пройденного за первый день. Хорошо. Находим. В итоге у нас 2 и 12 сокращаются. Здесь 6, 18 километров. Значит, во второй день туристы прошли 18 километров. Хорошо. Сколько километров осталось пройти, если они всего должны были пройти? 60 километров. За 2 дня, в общем, было пройдено 30 километров, да? А если в общем 60, то осталось еще 30 километров. Значит, ответ у нас осталось 30 километров. Все. Так, дальше. 12. Давайте на этом закончим. 12 решим и закончим, да? В школьной библиотеке есть книги на казахском, русском и английском языках. То есть, казахский, русский и английский, да? Число книг на казахском языке составляет 2,5 всех книг библиотеки. То есть, казахский. 2,5 всех. Хорошо. Число книг на русском языке составляет 1,2 от числа книг на казахском языке. То есть, снова обращаю внимание. Число книг на русском языке составляет 1,2 от чего? От числа книг на казахском языке. 1,2 от казахского, да, языка? Казь, яс. Казь, яс. Хорошо. А остальные 240? Остальные 240 это книги на английском языке. Так, английский, это у нас 240. Хорошо, сколько книг на казахском и русском языке в библиотеке? Давайте общее количество книг отметим за х, да? И теперь, книг на казахском языке, это у нас 2 пятых, то есть х умножено на 2 пятых, да? Или это можно записать как 2х разделить на 5. Книг на русском языке, а на второе число книг на казахском языке, то есть это у нас на казахском, да? А на русском 1 вторая от казахского, то есть находим 1 вторую от вот этого вот. Хорошо, найдем. Для того, чтобы найти 1 вторую, нам нужно умножить на 1 вторую. 2 и 2 сократятся, останется х разделено на 5. То есть число книг на русском языке, это у нас х разделено на 5. И на английском у нас 240, да? Так, давайте сложим. Если мы сложим книги на казахском, на русском и английском языках, у нас выйдет общее количество книг, да? А это у нас х. Хорошо. Так, давайте. Давайте сложим. Число книг на казахском языке, это у нас 2х, разделено на 5. Плюс число книг на русском, х разделить на 5. И число книг на английском, 240. Это все у нас равно общему количеству книг, а это у нас х. Хорошо, давайте умножим все уравнение на 5. Здесь у нас останется 2х, здесь у нас просто х, здесь у нас 1200, здесь у нас 5х. Теперь соберем все х в одну сторону и числа, да, в одну сторону. 2х плюс х, 3х, 3х, 3х переводим теперь сюда, здесь остается 1200, 5х минус 3х у нас равно, давайте запишем, минус 3х, чтобы было понятно. Продолжим здесь, 1200, 5х минус 3х, это у нас 2х, отсюда х у нас равен 600. Значит, общее количество книг у нас 600. Сколько книг на казахском и русском языке? Но у нас тут просят не найти, у нас тут просят найти не общее количество книг, а именно сколько книг на казахском и русском языке. Если у нас в общем 600, а на английском 240, то число книг на казахском и русском это у нас 600 минус 240, да? Это равно 502, да, 320, да, 320, 320, 320. Значит, книг на казахском и русском языке, в общем, да, 320 штук, 320. Все, на этом закончим. Если что-то непонятно, можете спросить, что хотелось бы отметить. В первую очередь, вам нужно понять задачу, то есть каждую, что означает вот это число, что означает вот это. Если вы правильно поймете задачу, то в решении особых трудностей возникнуть не должно. Все, до свидания. Продолжение следует...